Четвори, бро, меня зовут Сергей Онизи, это потерянный эпизод мимимишек. Я просто шел по улице и увидел странный диск с подписью «Потерянный эпизод мимимишек». Я быстро его забрал и пошел домой. Тогда я увидел, что на нем я был в шоке. Серия называется «Сорок на живых». Странное название, но то, что происходило дальше, было еще страннее. После названия был переход на тучку, лисичку и кешу. Они сидели в палатке, и по правилам секты, которые я рассказывал в первой части, они рассказывали страшилке друг другу. В очередь дошла и до лисички. Ее страшилки были самые страшные и правдивые. Она рассказала о злом чудовище, которое ходит по лесу и убивает всех жителей. Наутро их находят с сорока ножевыми ранениями. У него было два хвоста, хобот, четыре лапы. Я не могу вам передать всю ту жуть, о которой она рассказывала, но с каждым ее словом по мне пробегали мурашки. Тучка и Кеша показывали, что они не боялись, но их глаза налились кровью от страха. Все собрались домой и начали расходиться. Медведям было по пути, и они шли. Тучка очень сильно боялся и отглядывался по сторонам. Они дошли до раздорожья. Тучке было в другую сторону, но он очень сильно боялся и побежал к Кеше. Они начали идти вместе. Вдруг из нее откуда по экрану пошли помехи. Все стало хмурое, темное. Перед медведями появилось то самое странное чудовище. Сердце Тучки не выдержало такого напряжения и лопнуло. Тучка умер. Это была первая смерть. Кеша очень перепугался и побежал к Лисичке. Он стучал изо всех сил к ней в двери. Двери открылись. Из ней выглянул труп Лисички, в котором было 40 ножевых ранений. Это чудовище затянуло в дом Кешу. И посадился в один стол с трупами Лисички и Тучки. На полу была огромная лужа крови. На этом серия резко закончилась. Что случилось с Кешей, нам неизвестно. Но это была очень странная и жуткая серия. На этом всё. Ставь бы Сергею Онес поставил к тебе эту всего-то 2 секунды. А мне очень приятно. И да, если это видео за сегодня наберёт 500 лайков, то я сегодня же выложу ещё один потерянный эпизод. И ещё, не забудь подписаться на мой канал, а также расскажи об этом видео своим друзьям, они будут в шоке. И помни, это всего лишь моё воображение.